Сергей Николаевич, какова ситуация по распространению коронавируса в Пущине на сегодня 18 мая? На сегодняшний день общее количество людей, которые заболели на территории города Пущина, это 17 человек. Из них 5 человек уже выздоровели и сняты из-под наблюдения. Один человек, к сожалению, скончался. И в настоящее время у нас на учете сейчас наблюдаются 11 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Общая эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день, она также достаточно напряженная. Увеличивалось количество обращений по поводу респираторных вирусных инфекций. Увеличилось количество обращений с подтвержденным диагнозом после обследования пневмонии. Таких людей с подтвержденным диагнозом пневмонии рентгенологически на сегодняшний день около 30 человек. Не у всех из них подтверждена на сегодняшний день и теология коронавирусной инфекции. Но какие-то сейчас идут в процессе ожидания результатов анализов, какие-то пришли с отрицательными результатами. Их общее количество пневмонии 30 человек на сегодняшний день. А в каком состоянии заболевшие? Общее состояние пациентов с подтвержденной, ну здесь разные. Есть пациенты, которые госпитализированы, находятся на сегодняшний день в стационарах, профильных стационарах. И их состояние оценивается как докторами, как средне-тяжелое и тяжелое течение заболевания. Большинство случаев, это больше 50% случаев с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходят лечение амбулаторно и протекает она либо бессимптомно, либо легкое течение. По поводу случая, закончившийся летальным исходом, это пациент в возрасте 63 года, и она имела сопутствующие, естественно, заболевания. Подтверждение по результатам скрытия было коронавирусной инфекцией. Неужели так и не решится вопрос об открытии инфекционного отделения в нашем городе, спрашивает жительница Пущина на странице информагентства в социальной сети. На сегодняшний день вопрос решается на уровне правительства Московской области и Министерства науки высшего образования. Министерство науки, по информации, которая имеется у меня, подготовило свое обращение с согласием на перепрофилирование коек и открытие инфекционного отделения нашей больницы. На сегодняшний день ждем решения от правительства Московской области. Я уже говорил об этом и сейчас повторю. Для открытия инфекционного отделения недостаточно только палаты кроватей. Необходимо серьезное медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Естественно, сотрудники, которые пойдут работать в это отделение, они должны понимать о тех выплатах, которые будут им в заработную плату начислены. Когда эти вопросы будут решены, больница будет дооснащена необходимым медицинским оборудованием, тогда можно будет говорить уже об открытии отделения. Сообщения пущенцев на странице администрации в интернете утверждают, что в нашей больнице некоторые медики работают без перчаток, к кому-то из горожан не приезжает скорая, а к кому-то не пришел врач. К сожалению, такая информация тоже у меня имеется. Мы прорабатываем это с нашими сотрудниками. Вызовов и на скорой медицинской помощи, и участковую терапевтическо-педиатрическую службу, вызовов обращений по поводу признаков респираторной вирусной инфекции идет достаточно много. Я знаю, что доктора стараются работать в индивидуальном режиме, с кем-то, может быть, дистанционно обезопасить и себя, и других пациентов. Дистанционно – это значит, по возможности, опять же, индивидуально подходя к каждому случаю, врач общается непосредственно с пациентом по телефону. В случае, если дистанционно оказать необходимую помощь не получается, тогда врач выходит. Ну, мы стараемся, работаем, много вызовов, я повторю, идет сейчас очень много, и очень много случаев тяжелого течения респираторных инфекций и пневмонии. Кроме того, я напомню, что у нас организованы два фильтра для приема пациентов с признаками респираторной инфекции, для детского населения на территории детской поликлиники и для взрослого населения на территории инфекционного корпуса. Там принимает врач, в случае необходимости дает рекомендации по дообследованию, ну и, естественно, по лечению рекомендации. Сергей Николаевич, а каковы возможности для проведения КТ в Пущине? Кабинет компьютерной томографии на сегодняшний день он функционирует. Компьютерная томография – это вид исследования, который проводится по строгим медицинским показаниям. Медицинские показания определяет непосредственно врач. Если необходимость проведения компьютерной томографии по экстренным показаниям происходит в время работы кабинета компьютерной томографии, то исследование проводится на базе нашей больницы. Бывают ситуации, когда необходимо проведение этого исследования, опять же, по экстренным показаниям, в нерабочее время кабинета нашей больницы. Тогда силами скорой медицинской помощи идет эвакуация пациента в стационар, в лечебное учреждение, где есть компьютерные томографы, работающие в круглосуточном режиме. Но так наша скорая выезжала и в Ступино, и в Балашиху, возила пациентов для проведения этого исследования – компьютерной томографии лёгких. На сегодняшний день общая ситуация эпидемиологическая по новой коронавирусной инфекции в Московской области стабилизируется. И губернатор Московской области говорит о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Но я бы хотел еще раз напомнить, что самым действенным, действенной мерой профилактики от заражения COVID-19 и вообще вирусных любых инфекций, эта мера является режим самоизоляции. Поэтому по возможности я бы все-таки просил и рекомендовал всем жителям соблюдать на сегодняшний день меры самоизоляции до стабилизации полностью эпидемиологической ситуации, ну и по возможности ограничить контакты вообще с людьми. Продолжение следует...